Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником, дорогие братья и сестры! Поздравляю вас с воскресным днём! Сегодня в Иоаннельском чтении мы с вами слышали притчу о Погаче и о Лазаре. Был некий богатый человек, имя которого не упоминается. И был некто, Лазарь, бедняк, который лежал всю свою жизнь у ворот богача. Был он болен и весь покрыт ранами. И он мечтал о том, чтобы насытиться крошками, которые падают со стола богача. Он видел, как живёт богач, который каждый день одевался в праздничные богатые одежды, который пировал каждый день, созывал своих друзей и знакомых и проводил все дни в праздности. И вот случилось так, как должно случиться с каждым из нас, с каждым человеком. Когда умер Лазарь, то ангелы взяли его душу и отнесли его на Лона Авраамова, то есть место, которое мы называем Раем. Дело в том, что Христос проповедовал иудеям, которые ещё не были знакомы с Новым Советом, потому что он ещё не совершился и не совершилось искупление наших грехов, и человек не мог в то время наследовать тот рай, который могут наследовать люди сейчас, после искупительной жертвы Христовой. Но тогда праведники, которые попадали в ад, как все люди, они находились на особом месте, которое называлось Лона Авраамова. Там пребывали все праведники, и там не было мучений. И вот Лазарь оказался на этом месте. Через некоторое время умер и богатый человек. И оказался он в аду, в мучениях. И когда он поднял свои глаза, то увидел эталона Авраамова и увидел там Лазаря. И его желание было, и просьба обращена была к Аврааму. «Пошли Лазаря, пусть он омочит палец в воде и прикоснётся к моему языку, потому что здесь такая нестерпимая жажда, что невозможно её переносить». И Лазарь отвечает ему, Авраам отвечает ему, что между вами в аду и нами, здесь на Лона Авраамова, в раю, есть пропасть, в которую вы не можете прийти к нам, и мы не можем прийти к вам. Есть пропасть между нами и вами. Тогда богач обращается к Аврааму и просит его о том, чтобы он послал Лазаря к его братьям, потому что у него было пять братьев, и, как он просил, пусть Лазарь засвидетельствует о том, что там, за чертой, которая называется смерть, не прекращается бытие. что там есть царство, которого не будет конца. И вот Авраам отвечает ему, что в этом нет необходимости, потому что и Моисей, и пророки уже об этом говорили. Богач опять обращается к Аврааму и просит, «Если пойдет мертвый к ним, и они увидят его, то они могут поверить». И Авраам опять ему отвечает, что если они не поверили и Моисею, и пророкам, то не поверят и мертвецу. Так было с иудеями, которые распяли Христа и видели Его славное воскресенье. Между прочими людьми был сотник, которого звали Лонген, он был при кресте Спасителя при его страданиях. И, видя те мучения и те страдания, которые Господь претерпевал с терпением и кротостью, он воскликнул, что это воистину есть Сын Божий. Но никто не обратил на это внимания. После Лонген находился при гробе Господнем, когда произошло Его славное воскресенье. И он проповедовал и иудеям, а потом и в своей стране о том, что воскрес Христос. Но иудеям этого было недостаточно. Они все равно не уверовали во Христа. И даже послали убить этого Лонгена, для того, чтобы он больше не свидетельствовал о воскресенье. Так происходит в нашей жизни, когда мы с вами живем и пытаемся удержаться на этой земле, для того, чтобы получить благо в нашей жизни. Для нас страдания и скорби мы воспринимаем как наказание, как проклятие. Но мы забываем с вами, что наказание этой проклятии это по нашим грехам. Что приобрел этот бедный Лазарь, который всю свою жизнь провалялся в гнойных полячках возле ворот богача? Что получил он в своей жизни? В жизни он получил очень малое. И очень малого он хотел в своей жизни. Он не хотел справедливости, чтобы его поменяли с богачом. Он не хотел того, чтобы богач оказался на его месте. Он не писал письма в правительство. Он не хотел убить этого богача. Он всего лишь мечтал о тех крошках, которые падают со стола богача и едят псы под его столом. Об этом. То есть он мечтал о малом. Он воспринимал свою болезнь и свое положение со смирением. И когда он умер, то получил он вечное наслаждение. Он получил Царство Небесное. Вы спросите, а почему богач, который ничего плохого не делал, а только кушал и приглашал своих знакомых, который одевался в одежды, чем он виноват, что у него есть это богатство? Он не виноват. Но все свое благое, как отвечает Авраам ему, он получил в своей жизни. Все то благо, к которому он стремился. В своей жизни он не стремился к Царству Небесному. Он не думал о том, какой ответ он даст перед Богом. Он не обращал внимания на этого Лазаря. Так мы в своей жизни мало стараемся помочь ближним. Мы мало состраждим им. А ведь это, наверное, основная наша задача приобрести любовь, потому что Бог есть любовь. И мы должны с вами получить совершенство в этой жизни для того, чтобы наследовать в Царство Небесное. То сострадание, которое мы можем оказать ближним и не оказываем, оно и будет осуждать нас. Оно и не даст нам получить спасение. Тот человек, который всей своей душою, всем своим стремлением хочет попасть в Царство Небесное, он будет прикладывать все усилия для того, чтобы спастись. А тот человек, для которого этого недорого, для которого это всего лишь абстракция, миф, который коснется его когда-то, он откладывает это спасение и говорит, что я живу здесь, я живу сейчас, и сейчас я хочу получить наслаждение. Сейчас я хочу жить так, как велит мне моя плоть, так, как велит моя страсть. Я не хочу исполнять заповеди Божии, потому что они сложны, потому что мне нужно терпеть, мне нужно ждать, а я хочу получить это сейчас. Мы с вами из этой притчи видим о том, что ожидает таких людей. И мы с вами скорбим не только о своей жизни, не только о своих грехах, но мы скорбим и о тех, кто не исполнил этих заповедей и ушел в мир иной, неподготовленным и нежелающим обрести это царство. То есть наши близкие, наши знакомые. И мы предчислишь, что есть пропасть между адом и раем, и они сами, эти люди, преодолеть его не могут. Эту пропасть. Но мы с вами знаем о том, что Господь заповедует нам молиться друг за друга. Несколько дней назад мы с вами вспоминали память мученика Уару. Женщина, которая после смерти мученика взяла его тело и почитала его и обращалась к святому с молитвами и почтением, в определенный момент она потеряла своего сына. Он умер молодым. И в гневе она обратилась к мученику Уару и спрашивала его, почему так случилось? Ведь я так чтила тебя. Я обращалась к тебе в молитвах и просила твоего заступления, но ты не избавил меня от этих скорбей, как тяжело видеть умирающим свое чадо. И тогда Уар явился ей после этого обращения и сказал, что я упросил Царя Небесного, чтоб твой сын получил Царство Небесное. И так как ты почитала меня и захоронила вместе со своими близкими и родственниками, то и им я и спросил прощения у Бога и дарования им Царства Небесного. Мы видим из этого то, что сами эти люди не могут исправить свое положение, но могут надеяться на нас, на наши молитвы, на нашу веру и на наше обращение. Поэтому мы не должны оставлять молитв и надежду в этих молитвах за тех, кто не осознал необходимости во спасение свое. И мы просим они Бога, чтобы Господь их простил, чтобы даровал им Царство Небесное. Не будем, дорогие, уподобляться этому безымянному богачу, от которого не осталось никакой памяти, даже самого имени не осталось. Но он должен уподобляться бедному, несчастному, больному Лазарю, который с терпением и кротостью воспринимал все то, что было уготовано ему по воле Божией. Либо за свои грехи страдал он, сделав когда-то преступление теперь страждал. Либо так было угодно Богу использовать его для спасения других людей. Потому что если мы с вами все будем одинаково богаты, одинаково находиться в благополучии, то мы не сможем проявить свою волю по отношению к другим людям и проявить свою любовь, свое сострадание, свою заботу. только в таком, как нам кажется несправедливом состоянии, когда происходит неравенство, одни богатые, а другие бедные, грешницы здоровые, а люди, которые, мы не видим за ними греха, они болеют. Только так может получиться, что каждый будет иметь возможность спасения. Богатые своим состраданием, а те, кто не имеет это, смиряясь, принимая это от руки Божьей, и так Господь пекется о каждом из нас. Желаю вам спасения и милости Божьей. Храни Господь.